В России во всяком случае на большей территории наступила весна. В какие-то регионы она принесла паводок, в какие-то пожары. О том, что ждать от весны 2015 нашей республики, мы поговорим сегодня с начальником отдела Госкомитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Арделеном Егоровым. Арделен Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, с такой горячей во всех смыслах темы пожары. Да, в Хакасии, в Забайкальском крае десятки погибших, сотни пострадавших. Чувашия все-таки угрожает в этом плане что-то? Уважаемые телезрители, вкратце хочу вас ознакомить с состоянием дел по обеспечению пожарной безопасности на территории Чувашской Республики. На сегодняшний день произошло 304 пожара, на которых погибли 46 человек. Эти цифры аналогичны передам прошлого года. Но в целом, по сравнению с Хакасией, конечно, у нас на территории Чувашской Республики пока такой пожароопасный период не образовался. То есть это связано с чем? Во-первых, у нас пока идут дожди. Паводков у нас, как такового, в этом году нет, потому что опаводок проходит в очень спокойном таком режиме. В связи с этим угрозы возникновения пока на сегодняшний день лесных пожаров, степных пожаров, пала сухой травы и тому подобное отсутствуют. Все-таки какие-то случаи возгорания, может быть, в лесу фиксировались у нас или нет? К счастью, в 2015 году аналогичных фактов пала сухой травы, перехода пала сухой травы в леса, настроения, таких случаев не было. Но если взять, например, 2014 год, то такие факты, они реально были. В целом, за самый пожароопасный период, то есть апрель, начало мая, на территории Республики произошло более 100 возгораний. Особенно имели факт это в Алатаре, в Алатарском районе, в городе Чебоксары, в Чебоксарском районе. То есть не только пал сухой травы, то есть пожар может возникнуть, возгорание. Также от сжигания, например, мусора. Чтобы этих фактов не было, на территории Чебоксарской Республики мы уже издали организационные указания Кабинета Министров Чебоксарской Республики о подготовке к пожароопасному периоду. То есть таким указанием, конкретно главам администрации муниципальных районов, рекомендовано не допускать пала сухой травы. Есть, конечно, правила соответствующие, которыми можно пользоваться и проводить пал. Но это очень сложное мероприятие. То есть до жилых домов, до объектов, до леса, например, определенные расстояния должны быть более 100 метров, например. Этот участок, который вы хотите произвести, на котором пал, необходимо опахать сначала, разделить на определенные участки, выставить пожарную технику, выставить людей. То есть обеспечить полностью пожаробезопасность. Тем не менее, какие-то меры предосторожности приняли уже? Конечно. На территории Чебоксарской Республики работала специальная комиссия, которая проверяла готовность республики к пожароопасному периоду. В частности, именно подготовка не только подразделений Министерства природных ресурсов к тушению лесных пожаров, а вообще. Итого, республика признана готовой к пожароопасному периоду. Сил и средств предостаточно. Как я уже говорил, определенные уже документы на уровне Кабинета Министров, они подготовлены. То есть доведены до всех исполнителей, до органов исполнительности, до органов местного самоуправления для принятия соответствующих мер. Кроме того, именно подразделениями Министерства природы и экологии Чебоксарской Республики, а также подразделениями пожарной охраны национальных парков проведены соответствующие опашки вокруг именно тех участков, которые подвержены угрозе лесных пожаров. – И все-таки сейчас начнутся майские праздники. Это такая традиционная пора шашлыков. Люди будут выходить на дачные участки, в леса. Давайте им напомним, как себя стоит вести, что вот такая беда, как Хакаси, например, нас не коснулась. – На самом деле, кроме того, вот этих организационных указаний и наших предложений в адрес глав администрации муниципальных районов и городских округов, соответствующие мы памятки подготовили, буклеты, аншлаги и тому подобные вещи, чтобы люди знали, «Как вести себя на лоне природы». – А что там есть в памятке? – В памятке конкретно там написано. Для того, чтобы развести костер, перед тем, как развести костер, надо соответствующий инвентарь приготовить, то есть лопаты, шансовые инструменты и другие, приготовить воду, без надобности не разводить костер, пользоваться мангалами. Кстати, вокруг города Чебоксара, в зоне отдыха, в завод уже также, специальные отведенные места приготовлены. Поэтому надо именно пользоваться, в основном, такими местами. Если же люди выходят на лон природы не в специально приготовленном месте, то есть не место проведения для массовых мероприятий, то в данном случае меры предосторожности надо принимать. Сообща, перед тем, как уходить, обязательно надо потушить костер, мусор за собой убрать, все прибрать, убедиться, что костер на самом деле потушен, то есть не произойдет пожар. Это самое главное. А вот такие меры, как, например, запрет на посещение лесов в майские праздники, таких мер не предусмотрены пока в Чувашии? Уважаемый телезритель, я вам скажу, в соответствии с поручением председателя государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям, мы уже приступили к разработке проекта постановления о введении на территорию Чувашской республики особого противопожарного режима. Данный проект разработки на стадии согласования находится. В случае необходимости, если установится жаркая, сухая погода на территории республики, мы обязательно, как и по аналогии с прошлым годом, введем особый противопожарный режим. В прошлом году, например, такой режим был введен 26 мая до особого распоряжения. Мы его отменили только в сентябре, когда пошли дожди, и пожароопасность миновала. В этом году мы уже готовы к введению такого режима. И теперь перейдем к паводку. Специалисты говорят, что зима была малоснежной. Паводков не ожидается? Или все-таки отдельно, может быть, районом республики есть что опасаться еще? Буквально в конце марта 2015 года мы провели соответствующее заседание правительственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором рассмотрели именно итоги подготовки к паводку 2015 года. Были разработаны конкретные мероприятия, перечень превентивных мер. Также было издано организационное указание Кабинета Министров Чувашской Республики. Подготовлены силы и средства для ликвидации возможных аварийных ситуаций, связанных с паводком, периодом. Но, к счастью, на территории Чувашской Республики по сегодняшний день такого резкого, сильного подъема уровня воды ни на одной из рек не наблюдается. Основные наши проблемные моменты были на реке Цивиль, около населенного пункта Цивильск, город Цивильск. Там в 2014 году была возведена инженерная дамба, которая должна была защитить город Цивильск от наводнения, потопления. Но даже мы в этом году не смогли проверить, как это сработает, эта дамба, потому что уровня воды нет. Около города АллатРь, на реке АллатРь и Сура, также у нас часто поднимается уровень воды в реке, тем самым подтапливалась часть города АллатРя. Но в этом году и там никаких повышений уровня воды до опасных явлений не наблюдается. Ну, на реке Волге, к счастью, у нас все это регулируется, но, к сожалению, уровень воды на сегодняшний день на реке Волге в Верхнем Бефе, он ниже, чем обычно в это время года. То есть на сегодняшний день примерно 62,2 метра. При нормальном таком подпорном уровне 63,7-64 метра. Ну, то есть для людей это хорошо, да, что паводок нас миновал, для природы, наверное, не очень хорошо. Да, к сожалению, для природы это не очень хорошо. До пляжного, до купального сезона у нас осталось совсем немного времени. Подготовка какая-то уже началась? В рамках подготовки к купальному сезону 2015 года. Также на 24 апреля 2015 года запланировано очередное заседание правительственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором будем рассматривать именно вопросы подготовки к купальному сезону 2015 года. Но для сведений могу сказать, что каждый купальный сезон у нас случается порядка 60 несчастных случаев на воде. Так, например, в прошлом году погибло 52 человека. Это очень большая цифра, конечно, но по сравнению с другими субъектами Российской Федерации это не очень большая цифра. Но, тем не менее, каждый погибший человек – это трагедия для этой семьи. Поэтому также мы готовим очередное организационное указание председателя Кабинета Министов Чувашской Республики о принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах перед купального сезона. В этом документе будет прописано все. То есть этот документ будет доведен до органов исполнительности, до органов местного соуправления с целью принятия на местах соответствующих мер. Но, к сожалению, у каждого водоема поставить спасателей – это невозможно. Это нереально. Вы сами это прекрасно понимаете. В связи с этим мы призываем только, чтобы, будучи около водоемов, необходимо быть очень осторожным. В основном, конечно, все несчастные случаи на воде происходят из-за того, что люди купаются в нетрезвом состоянии или недостаточно предпматривать за своими детьми. Ну, то есть спасатели сделают все, что смогут, а все остальное, наверное, зависит от сознательности нашего. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть осознательности, понимание, чувство ответственности каждого человека. Я напоминаю, мы беседовали с начальником отдела Госкомитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ордолеоном Егоровым. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok